Это синдром повышенной эпителиальной проницаемости, на самом деле это продолжение той же темы примерно, и безопасность антитраматической терапии, какая связь и что с этим делать, Воробьёва Наталья Михайловна, я обращаю внимание, не все Воробьёвы родственники, потому что здесь уже много Воробьёвых присутствует в списке. Заведущий лабораторий – сердечно-сосудистый, в общем, герметологический центр второго медицинского института. Так, старение, вот вижу. Уважаемый Павел Андреевич, уважаемые коллеги, добрый вечер. Позвольте начать мой доклад. Так, сейчас я его приключу. Ещё Гиппократ сказал, что все болезни начинаются в кишечнике. Кишечник является самым большим органом человеческого тела, который выслан слизистой оболочкой. Суммарно его площадь составляет более 400 квадратных метров. Одной из основных функций слизистой кишечника является барьерная. То есть кишечник – это барьер, который обеспечивает защиту от проникновения в кровь чужеродных организмов веществ. И в настоящее время предполагается, что нарушение барьерной функции кишечника может играть значительную роль в развитии многих заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и много-много других заболеваний. При этом повышенная проницаемость слизистой кишечника, которая вследствие нарушения барьерной функции вызывает бактериальную транслокацию, может инициировать вяло текущее воспаление. Или, как его еще называют, воспаление, ассоциированное со старением, которое имеет место при различных заболеваниях. Кишечный барьер состоит из трех основных компонентов. Это преэпителиальный уровень, эпителиальный и постэпителиальный. Преэпителиальный уровень образован слоем слизи, который обеспечивает механическую защиту клеток и препятствует контакту бактерий с эпителиоцитами, как бы смывая бактерии с поверхности клеток. Второй уровень – это эпителиальный. Он представлен плотными контактами эпителиоцитов. Эпителиальный уровень делает слизистый барьер проницаемым только для воды и питательных веществ. Это в норме. И постэпителиальный уровень, он представлен под слизистым слоем и обеспечивает питание и восстановление слизистого слоя и эпителиоцитов, а также иммунную защиту слизистой оболочки. В клинических рекомендациях по коморбидной патологии в клинической практике, которые были изданы в 2017 году и в 2019 году, они были пересмотрены, дополнены, была впервые сформулирована концепция универсальной многоуровневой защиты. Суть которой заключается в том, что на слизистую оболочку кишечника, желудочно-кишечного тракта воздействуют различные факторы агрессии, как внутри, так и внепросветные. И это приводит к повышению ее проницаемости, в результате чего бактерии и токсины из просвета кишечника попадают в кровоток и возникает субклиническое воспаление. При этом вследствие воспаления возникают нарушения на всех трех уровнях защиты слизистой, о которых я только что сказала. И важнейшую роль в этом процессе играет нарушение в системах плотных контактов между эпителиоцитами и цитопротективных простагландинов. Все вот эти указанные нарушения вторично хронизируют ключевой механизм. Это синдром повышенной проницаемости слизистой оболочки. И все вот эти нарушения, они являются универсальными и возникают во всех отделах желудочно-кишечного тракта. В основе этой концепции лежит так называемая теория весы шеи, которая постулирует, что дисбаланс между факторами защиты и агрессии приводит к повышению проницаемости защитного барьера слизистой оболочки. То есть у нас есть как защитные факторы, так и факторы агрессии, и в норме должно поддерживаться некое равновесие. При нарушении этого равновесия, при дисбалансе в сторону факторов агрессии, они приводят к повышению проницаемости. Факторы агрессии делятся на три группы. Это экзогенные внутрипросветные, эндогенные внутрипросветные и внепросветные. И к экзогенным внутрипросветным факторам относят различные бактерии, этанол, ряд лекарственных препаратов, в том числе антиагреганты и антикоагулянты, о которых мы будем дальше говорить. И также могут быть компоненты пищи, например, специи. Эндогенные внутрипросветные факторы – это соляная кислота, пепсин, желчные кислоты, панкреатические ферменты. И внепросветные факторы – провоспалительные цитокины, продукты нарушения метаболизма, токсины бактерий, соли тяжелых металлов. Все это может приводить к синдрому повышенной эпителиальной проницаемости, которую мы кратко называем СПЭП. И я хочу обратить ваше внимание, что в норме эпителиоциты кишечника они соединены между собой белковыми структурами, которые формируют плотные межклеточные контакты. И для того, чтобы возник СПЭП, клетка не обязательно должна быть повреждена. Например, при воспалении целостность клетки не нарушена, но при этом разрушаются плотные межклеточные контакты. И между эпителиоцитами возникают щели достаточно крупного размера, сквозь которые могут пройти уже не только вода и питательные вещества, но и различные токсины, бактерии, какие-то еще агенты. И то же самое будет при разрушении клетки, когда ее целостность нарушается, и также возникают щели, дефекты слизистые, сквозь которые и происходит вот эта транслокация. Хочу сказать, что в этом году, в 2021 году, был опубликован документ, который представляет собой мультидисциплинарный национальный консенсус. Мы его назвали синдром повышенной эпителиальной проницаемости в клинической практике. Этот документ был подготовлен различными специалистами и кардиологами, и гастроэнтерологами, и терапевтами, и урологами. То есть участвовали врачи разных специальностей. Это очень большой труд, достаточно объемный документ, в котором очень подробно рассмотрены все аспекты этого синдрома, и патогенез его, и диагностика, и лечение рассмотрено. То есть при желании можно с этим документом ознакомиться. Ну а дальше мы поговорим об антитромботической терапии, которую применяют в своей практике и кардиологи, и терапевты, и неврологи, и врачи других специальностей. И, конечно, врачи не могут обойтись без этих препаратов, которые всем хорошо известны. Это и аспирин, и клопидогрел, и новые оральные антикоагулянты, и варфарин, которые мы используем для лечения и профилактики тромботических осложнений. Но при этом мы понимаем, что с одной стороны эти препараты предотвращают тромбоз, с другой стороны они могут вызвать кровотечение. И наша задача – учитывать все эти риски и по возможности предотвратить развитие тяжелых осложнений – это желудочно-кишечных кровотечений. То есть основная проблема безопасности антитромботической терапии как раз-таки связана с кровотечениями различной локализации. При этом желудочно-кишечный тракт является частой локализацией кровотечений на фоне антитромботической терапии. И, как правило, желудочно-кишечное кровотечение не возникает на пустом месте. То есть обычно это осложнение лекарственно-индуцированное гастро- или энтеропатии. И наиболее часто, конечно, гастроэнтеропатии ассоциированы с приемом низких доз аспирина. И вот эта гастроэнтеропатия, она относится к НПВП гастроэнтеропатиям. Но, конечно, в последние годы, когда врачи стали активно использовать новые антикоагулянты, то при их применении тоже может возникать и гастроэнтеропатия, и тоже бывают желудочно-кишечные кровотечения. Проблема желудочно-кишечных кровотечений в том, что это могут быть очень серьезные осложнения, которые в ряде случаев вызывают летальные исходы. И они могут развиваться на фоне полного здоровья, кажущегося благополучия и могут не иметь симптомов. Поэтому их может быть трудно диагностировать. Если симптомы присутствуют, то бывает так, что они не специфичны. Например, это диспепсия. И врач не может своевременно заподозрить возникновение кровотечения. И в ряде случаев источник кровотечения бывает найти крайне сложно. Например, когда этот источник находится в тонком кишечнике. Тонкий кишечник у нас недоступен в визуализации обычными методами. То есть при гастроскопии мы его не видим, при колоноскопии не видим. Поэтому бывает сложно. Различные антитромботические препараты могут вызывать кровотечение разными механизмами. Например, аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты обладают самостоятельным повреждающим эффектом на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. И это всем врачам хорошо известно. Это так называемое ульцерогенное действие. Другие антиагреганты и антикоагулянты, у них иной механизм действия. И они, как правило, вызывают кровотечение как осложнение уже существующих заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, это НПВП и аспирин индуцированные поражения. И хочу несколько слов сказать об антикоагулянтах. Вот у варфарина и у новых антикоагулянтов тоже несколько иной механизм, посредством которого они могут вызывать кровотечение. Варфарин оказывает системное антикоагулянтное действие. То есть это действие реализуется после того, как варфарин всосался в кровоток. Если какая-то часть препарата не всосалась в желудке и осталась, допустим, в желудке, то этот варфарин не активен. Он не будет оказывать местного антикоагулянтного эффекта. А у новых антикоагулянтов у них наоборот. У них нет системного антикоагулянтного действия, вот именно как в плане механизма развития желудочно-кишечного кровотечения. Но они оказывают местное топическое воздействие. То есть в случае неполной абсорбции, когда препарат не полностью всосался в желудке или в кишечнике, и остатки этого препарата, они будут активны, и они могут оказывать местное действие антикоагулянтное там, где они находятся, то есть в желудке или в кишечнике. И, соответственно, если у человека уже есть какая-то проблема, там может быть гастрит, там какое-то воспаление, эрозии, то они могут спровоцировать развитие желудочно-кишечного кровотечения у такого пациента. Нужно сказать, что вот это вот свойство, их как бы повышенный риск желудочно-кишечных кровотечений, он характерен в целом для класса новых антикоагулянтов. И в метаанализе всех рандомизированных контролируемых исследований, которые были выполнены с новыми антикоагулянтами у больных фибрилляции предсердий, было показано, что новые антикоагулянты в целом, по сравнению с вархарином, снижают риск ишемического геморрагического инсульта, смерти от всех причин внутричерепного кровотечения, но при этом они повышают риск желудочно-кишечного кровотечения на 25%. Если мы посмотрим на отдельные препараты, то мы увидим, что этот риск не одинаков у разных препаратов. Например, при использовании добегатрана риск большого желудочно-кишечного кровотечения на 49% выше, чем у вархарина. При использовании ревероксабана этот риск выше на 61%, а при использовании апексабана этот риск такой же, как у вархарина. То есть апексабан не повышает риск развития желудочно-кишечного кровотечения. И также риск кровотечения значительно возрастает при комбинированной антитромботической терапии. И вот здесь вот на картинке очень наглядно показано, как возрастает риск кровотечения при использовании комбинированной терапии, при комбинации антиагрегантов между собой, с листероидными противовоспалительными препаратами и антикоагулянтами. И, например, при комбинировании вархарина и аспирина риск желудочно-кишечного кровотечения возрастает в 6,5 раз. Но нужно сказать, что при использовании аспирина, вот в частности, могут возникать самые разнообразные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. И при этом повышенная проницаемость кишечника, она является самостоятельным нежелательным эффектом такого лечения. И она возникает более чем у половины пациентов. Вот если быть точнее, это 44-70% больных, которые принимают аспирин, у них может возникнуть повышенная проницаемость кишечника. Нужно ли защищать слизистую желудочно-кишечного тракта у пациентов, которые получают антитромботические препараты? Конечно, это нужно делать, поскольку исследования показали, что у пациентов, которые получают такие препараты и не получают гастропротекторы, у них высший риск любых осложнений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта он выше почти в 2,5 раза, а риск желудочно-кишечного кровотечения выше практически в 2 раза. У нас есть клинические рекомендации по профилактике гастроэнтероколопатии, которые индуцированы нестероидными противовоспалительными препаратами. Это наши российские рекомендации. И здесь эксперты предлагают использовать ингибиторы протонной помпы как наиболее эффективный метод профилактики развития НПВП-индуцированной гастропатии. И в качестве альтернативы они предлагают использовать блокаторы H2-гистаминовых рецепторов или продуценты простагландина Е2. При этом эксперты предлагают врачам рассматривать необходимость профилактического применения ингибиторов протонной помпы в течение всего времени приема нестероидных противовоспалительных препаратов. А это подчас бывает пожизненное лечение. И при этом эксперты отмечают, что применение ингибиторов протонной помпы может быть идеальным решением для пациентов, подверженных повышенному риску поражения желудочно-кишечного тракта. Но так ли это? При использовании ингибиторов протонной помпы может быть ряд проблем. Причем это касается именно длительного использования. То есть речь не идет о краткосрочном применении, когда, например, пациенту назначают ингибиторы протонной помпы для лечения язвенной болезни, для эрадикации хеликобактера. А именно речь о длительном лечении, когда эти препараты назначают постоянно в качестве защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Эти препараты работают только в желудке. Они неэффективны для профилактики и лечения энтеропатии. Более того, они могут усиливать повреждения слизистой оболочки тонкого кишечника и повышать риск развития энтеропатии. Они не обеспечивают должной защиты от желудочно-кишечного кровотечения. При этом они действительно снижают риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, но при этом повышают риск из нижних отделов. То есть они смещают локализацию желудочно-кишечных кровотечений в кишечник. И это приводит к увеличению частоты кишечных кровотечений. При этом соотношение пользы и риска при длительном применении в настоящее время неизвестно. И могут они повышать риск смерти и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Вообще при их длительном применении возможны разнообразные побочные эффекты, начиная от дефицита микроэлементов, онкологических заболеваний до инфаркта миокарда, деменции, каких-то других инфекций. То есть спектр вот этих неблагоприятных явлений, он достаточно широкий. И то, что с инъибиторами, с длительным применением инъибиторов протонной помпы связано с повышением риска смерти, было показано в различных исследованиях, причем это очень крупные исследования, например, с участием более 3 миллионов человек, когда пациентов наблюдали в течение длительного времени, медиана наблюдения составила 5,7 года, то есть почти 6 лет. И у пациентов, которые принимали инъибиторы протонной помпы, риск смерти был выше на 15% по сравнению с теми, кто их не принимал, и на 25% по сравнению с пациентами, которые принимали аж 2 блокаторы гистамина. Также вот в систематическом обзоре, куда вошло 37 исследований, у пациентов, которые принимали инъибиторы протонной помпы, риск смерти от всех причин был выше на 68%, а риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 54%. И вот в этот систематический обзор вошло одно проспективное исследование с участием пожилых пациентов, их было не так много, около 500 человек, их средний возраст был 80 лет. И вот у этих пациентов терапия инъибиторами протонной помпы ассоциировалась с увеличением риска смерти от всех причин на 51%. При этом, если пациентов лечили высокими дозами инъибиторов протонной помпы, то риск смерти был еще выше, в 2,6 раза. И это исследование показывает, что у пожилых пациентов назначать высокие дозы инъибиторов протонной помпы нужно с большой осторожностью и желательно назначать более низкие дозы. Также в исследованиях, где пациенты принимали новые антикоагулянты, в частности, добегатран, было показано, что у них риск желудочно-кишечных кровотечений выше в 2,5 раза у пожилых пациентов, у тех, кому больше 75 лет, в 2,3 раза выше, если у пациентов имеется язвенная болезнь или кровотечение в анамнезе, и в 1,5 раза выше при комбинации добегатрана с ацетилсалициловой кислотой. При этом, использование инъибиторов протонной помпы у этих пациентов снижало риск желудочного кровотечения на 47%, а блокаторов H2 рецепторов гистамина на 39%. Но было показано, что гастропротекторы снижали риск кровотечения только из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Степень снижения составила 71%. И только у пациентов с отягощенным анамнезом, то есть у кого была язвенная болезнь или желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе. У них инъибиторы протонной помпы снижали риск на 86%. И возникает вопрос, как же нам все-таки защитить слизистую желудочно-кишечного тракта у пациентов, которые принимают антигромбатические препараты, и как нам лечить повышенную кишечную проницаемость, которая может быть как раз-таки нежелательным явлением при приеме этих препаратов. У нас есть препарат Рибагид, Рибамепид, это гастроэнтеропротектор. Препарат, который был разработан и синтезирован в Японии более 30 лет назад. Препарат является оптически активной аминокислотой, и он является первым и единственным регулятором синтеза простагландинов. Относится к группе противоязвенных препаратов. Рибагид воздействует на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, на всех трех структурных уровнях слизистой оболочки. На преэпителиальном уровне он стимулирует восстановление слизистого слоя. На эпителиальном уровне он регенерирует клетки эпителия и сшивает нарушенные плотные контакты между ними. И на постэпителиальном уровне он улучшает кровоснабжение, способствуя регенерации эпителия. При этом он действует на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. В клинических рекомендациях по коморбидной патологии в клинической практике эксперты отмечают, что рибомипид является эффективным методом профилактики развития эрозивно-язвенных изменений слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта тонкой и толстой кишки. И это было доказано в серии рандомизированных контролируемых исследований, на которых я, к сожалению, не могу останавливаться из-за нехватки времени. При этом в этих же рекомендациях отмечено, что если при гастропатии могут быть различные мероприятия по снижению риска, то есть это и профилактический прием ингибиторов протонной помпы, и рибомипида, и, например, эрадикации хеликобактер пилори, то при энтеропатии эксперты рекомендуют только рибомипид, поскольку на настоящее время он является единственным энтеропротектором, но он сочетает в себе свойства и гастро- и энтеропротектора. И с целью профилактики НПВП-индуцированных гастро- и энтеропатий его назначают по одной таблетке три раза в день курсами по два месяца. Но я еще дальше остановлюсь на его длительности применения. Помимо этого, у рибомипида есть целый ряд плеотропных эффектов, то есть это дополнительные благоприятные эффекты, такие как противовоспалительный, антиоксидантный, ангиогенный. Рибомипид защищает слизистые оболочки, не только ЖКТ, от повреждающего действия различных агентов. Он способствует заживлению повреждений и восстановлению эпителиоцитов, влияет на эндотелиальную дисфункцию, то есть он устраняет эндотелиальную дисфункцию, оказывает гиполепидемический эффект, антиатеросклеротический и канцеропревентивный, то есть он способен предотвращать развитие рака желудка. У рибомипида достаточно мало побочных эффектов, и они не тяжелые, то есть среди них нет жизнеугрожающих побочных эффектов. Есть, могут быть какие-то побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, печени, системы кроветворения, могут быть аллергические реакции и может быть нарушение менструального цикла. Но суммарная частота этих побочных эффектов не превышает 1%, то есть это достаточно безопасный препарат. Кому мы можем его назначать? Конечно, это пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь, хронический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией, эрозивный гастрит. Это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые получают антитромботическую терапию. Это и антиагреганты, и антикоагулянты, и двойная и тройная антитромботическая терапия. Ну и пациенты, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты при артритах, артрозах, остеохондрозе, ревматических заболеваниях. То есть это достаточно большой круг пациентов. Ну вот в соответствии с инструкцией к препарату, рибомепид назначают по одной таблетке 3 раза в день. Препарат имеет единственную дозировку 100 миллиграммов. Продолжительность курса составляет 2-4 недели. При необходимости можно принимать до 8 недель. А количество таких курсов может быть 2 раза в год. Однако, я чуть позже скажу еще по поводу длительности. Значит, рибомепид также включен в ряд российских клинических рекомендаций. Это рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых заболеваний и заболеваний, ассоциированных с хеликобактер пилори. Это рекомендации по рациональному использованию нестероидных противовоспалительных препаратов. Рекомендации, о которых я уже упоминала, по профилактике и лечению гастроэнтероколопатий. И рекомендации коморбидная патология в клинической практике. В прошлом году он был включен еще в 2 документа. Это рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции у пациентов пожилого и старческого возраста. Это документ, который был подготовлен в нашем центре. И также консенсусный документ по особенностям введения коморбидных пациентов в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Также он входит в наш консенсусный документ, который называется «Антитравматическая терапия в пожилом и старческом возрасте. Согласованное мнение экспертов Российской ассоциации геронтологов и гериатров и Национального общества профилактической кардиологии». Этот документ был разработан в нашем центре. Впервые он был опубликован в 2017 году. А в 2021 уже второй пересмотр этого документа. В ходе пересмотра документ был значительно дополнен, расширен, обновлен, поскольку очень много новых данных появилось за это время. И вот как раз-таки в этом документе появился новый раздел – это «Безопасность антитромботической терапии». И подраздел «Возможности гастро- и энтеропротекции у пожилых пациентов, получающих антитромботическую терапию». И вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что здесь также написано, что стандартная рекомендация – это таблетки 3 раза в день, 8 недель, 2-3 раза в год. Однако имеется положительный опыт непрерывного приема рибомипида в течение года. Были клинические исследования, соответствующие, где пациенты получали двойную антитромбоцитарную терапию – аспирин плюс клопидогрель, и в течение года принимали рибомипид. И вот на основании этих исследований можно использовать рибомипид длительно, в течение года. И это актуально для пациентов, которые получают двойную или тройную антитромботическую терапию. И у таких пациентов следует рассмотреть возможность применения рибомипида в течение всего периода комбинированной антитромботической терапии. А также можно рассматривать возможность назначения рибомипида на более длительный срок у комбирных пациентов, у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и высоким риском желудочно-кишечного кровотечения, которые получают монотерапию любым антитромботическим препаратом. То есть это пациенты с отягощенным анамнезом, тяжелые комбирные пациенты, которые вынуждены принимать антитромботические препараты. Так, на этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы. Я так понимаю, что вопросов... Есть ли способ бороться с пусковидной анасмией? Это не к вам вопрос. Это, видимо, с предыдущим лектором хотели задать вопрос. Есть способы. Мы пытаемся лечить тренингом. Эффективность не могу оценить, потому что мы исследования не проводим по этому поводу. Может ли перенесенный год назад ковид спровоцирует тромбоз в центральной вене сетчатки глаза? Наверное, может. Значит, Эл Юрина выложила ссылку на обзор большой 21-го года. Я его посмотрел кратенчиком. Там лабораторные исследования, что вирус может иметь тропность к нервной ткани, но подтверждений, так сказать, вживую этому нет. Собственно, я об этом и говорил. Можно ли применять гепарин на инфузомате со скоростью 1000 единиц в час, или 1000, да, при геморрагическом инсульте в анамнезе при ковиде? Если ничего не понял, наверное, можно. Вряд ли это имеет отношение к последнему докладу. Какие-то вопросы есть, друзья мои? Значит, я только хочу сказать, что препарат входит в рекомендации Московского городского научного общества терапевтов. И первое издание в апреле 2020 года, и второе издание в летом 2021 года для лечения больных с ковидом, ну, по тем показаниям, о которых вы рассказывали. Наверное, имеет смысл на это тоже обращать внимание. Какое место сейчас отводится фаматидину? Это, видимо, к вам вопрос. Ну, если имеется в виду использование фаматидина для защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта при приеме антидроматических препаратов, то в соответствии с рекомендациями экспертов, вот которые я показывала, препараты H2-блокаторы могут использоваться в качестве альтернативы ингибиторам протонной помпы. То есть эксперты ставят на первое место ингибиторы протонной помпы, а в качестве альтернативы могут использоваться и H2-блокаторы. Еще вопросы? Ну, хорошо. Я единственное могу сказать, что, по счастью, при ковиде и постковидном синдроме все-таки редко используются антитромботические препараты, я имею в виду антиагреганты, используются антикоагулянты, и от антикоагулянтов такая жесткая защита не нужна. Это первое. Второе, что вы приводили данные по сравнению варфарина и оральных антикоагулянтов по частоте кровотечений. Значит, эта частота кровотечений касается рандомизированных, хорошо отпротоколированных пациентов. Дело в том, что варфарин требует регулярного определения МНО, чего в клинической практике никто, конечно, не делает. И частота кровотечений при варфарине многократно выше, чем при исследованиях. Связано это с тем, что просто никто ничего не определяет. Люди месяцами, иногда годами не делают МНО, потом удивляются, откуда у них кровотечение. Этой проблемой не имеют прямые оральные антикоагулянты. Поэтому в реальной клинической практике я, конечно, не знаю таких данных, прямых нет сравнительных, но думаю, что кровотечение от них бывает очень редко. Во всяком случае, мы, вот у нас сейчас уже к 4000 больных приближается, число больных пролеченных прямыми оральными антикоагулянтами очень не видим. Ну, бывают менструальные, там, еще что-то, геморрой, может быть, несколько раз был кровоточащий, но не более того, никаких больших кровотечений нет. Поэтому эти препараты, конечно, они очень безопасны. Хотя это не отменяет применение того препарата, о котором речь шла, потому что он, на самом деле, у него многогранное действие, оно связано с влиянием на простагландин, и мне кажется, что это очень важный его эффект. Так, ну если нет больше вопросов, тогда мы поблагодарим Наталью Михайловну.